МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он в днях привез два золота с чемпионата мира. Владимир Петрович, здравствуйте! Добрый день! Все мы, несомненно, гордимся заслугами нашего земляка Захара Петрова. Его имя теперь гремит на весь мир, но только вы знаете его с детства. И что стоит за его победами? Когда он пришел к вам тренироваться и как начинались его тренировки? Мы работаем вдвоем в бригаде с моей женой Еленой Васильевной. Елена Васильевна его присмотрела, выбрала в рабочем поселке Сынтву. Вначале. Стала тренировать. И сказала мне, вот парень появился, заинтересовался. И говорю, давай я посмотрю тоже. И стали вместе его тренировать. И сразу заметил, что он способный. То есть у него такие данные, что для гребли. Сразу ли он подавал столь большие надежды? Я скажу вам, что все-таки сразу. Мы поехали на сборы и там тренировались. Он маленький, еще небольшой был. И старшие ребята с ним. У меня взрослые уже. Года 3-4 года старше его. И вот когда я стал его тренировать, они едут. И я гляжу, он не отстает вообще. Мои ребята злятся. Большие, взрослые все-таки скажут, что это такое. Маленькие вроде. И выиграют. И здесь уже я очень заинтересовался. И стал внимательно с Леной Васильевной обращать на это внимание. На этого парня. То есть дать ему хорошую общую физическую подготовку. Прежде всего технику. Настоящую. Потому что за счет техники у нас гребли на бодрошке Каной. Это 70% успеха. И также ОФП сильные. Это лыжи, легкая атлетика. И баскетбол, волейбол. Все, что только мы не делаем. Дал базу. Хорошему дали базу. Леной Васильевной Ивановой. Постепенно, постепенно он встает на ноги. И проявляет себя. Дальше его приглашает в сборную. Сначала юниорские команды. Тренер сборной мне звонит. Что-то туда-сюда не особо так нравится. Я говорю, ребят. Но вы видите. Ваши ребята, большинство, они были целый год на сборах. А он вообще не был. Проверьте ОФП. Второй, третий мне звонит. На четвертый раз успокоился. Говорит, да. Все. Мы, конечно, берем сборную. Вопросов нет. Я добился, чтобы они поняли, что этот человек имеет будущее. Но надо не спешить. И потом пошло-пошло сборная юниорская команда, молодежная, основная команда. И здесь пришел успех. Он становится неоднократно победителем двойки, одиночка по юниорсам. Потом молодежка. И затем ковид у нас. Два года. Мы не уступаем, но упорно тренируемся. И когда допустили уже, ковид как бы закончился. И у него стала хорошая опять форма. И мы дальше продолжаем тренироваться, выступать на различных соревнованиях. И уже врываемся в сборную молодежной и в сборную взрослых. Врываемся. И он становится постепенно лидером нашей страны. Захар занял четвертое место на Олимпиаде в Париже. Расскажите подробнее о его выступлении там. Да, там в Париж тренеров практически не было. То есть надо нейтральный статус и так далее. И решение федерации. То есть два было. Один представитель и один тренер. Не было ни массажистов, ни врачей, как обычно на Олимпиаду ездили. Там целая делегация. Поддержки никакой практически. Но Захар, хоть он молодой, но он такой имеет характер мужественный. Невзирая ни на что. Он практически один. Нейтральный спортсмен. Сложно. Но они вместе с Каравашковым. Буквально. Ну, историю, я думаю, рязанцы знают. И в России уже знают. Там, конечно, неожиданно Штеля и Павлова. Два его напарника. Павлова сначала должен. Он также сильнейший в России. В мире они были двойка. Его, значит, не допускают на Олимпийские игры. Решение дальше принимается следующее. Неожиданное. Приезжает Штыль с Каравашковым. И Штыль садится с нашим Петровым. То есть это 16-кратный чемпион мира. Олимпиады был. Он все время президент в Лондоне. То есть очень именитый спортсмен. И он выбирает Петрова нашего. Тренируемся. В Сан-Ан-Толе готовится. Сели. Очень сильная лодка. Все поняли. И вдруг Международный Олимпийский комитет говорит. Мы не приглашаем. Без объяснения причин. Что делать? Остается Каравашков. Два человека. Мы должны закрыть две дистанции. Одиночка. Тысяча метров. И двойка. Пятьсот метров. На каное. Они гребут с одной стороны. А прецедент на Международном Олимпийском соревновании. Такого практически не было. То есть специфика гребли на каное. Это нужно с двух сторон. Потому что волна там. Ветер. И очень сложно. И даже когда вот так вот руководство. Ну вот так вот говорю. Что и вышестоящие. Они говорят. Может не поедем. Они мне говорили. Захару Петру Каравашкову. Каравашков тоже знаменитый. Именитый спортсмен. Он и бронзовый призер был. Олимпийских игр. И неоднократный чемпион мира и Европы. Тогда Каравашков тоже говорит. Я. Мы поедем. Невзирая ни на что. Мы едем на Олимпиаду. В любом случае. Очень мало времени. Собираются в Москве. Идет подготовка. Буквально. Ну две недели они. Третий так вот. По сколько. С одной стороны. Когда они сели. Петров говорит. Непривычно. Каравашков говорит. Непривычно. Ну. Собрались. Тренеры его еще там. Изборные были. Вот. И что. Значит. И я. Мы договорились как. Будем пробовать. Пройдет время. Они опытные. Так сказать. Возьмут свое. И на самом деле. Четыре тренировки они провели. Лодка поехала. И Захар даже сказал. Ну. Здорово. И все. Идет подготовка. Едут они на Олимпийские игры. Выступают. Они когда стартовали. Предварительно. Там они китайцам проиграли по времени. Дальше полуфинал. Они выигрывают. У китайцев по времени. Ну. Все мы. Конечно. Эйфория такая. Что. Все. Надежда. Держим крепко кулаки. И вдруг. Ветер меняется. И тогда. Они делают все возможное. Чтобы бороться хотя бы за третье место. Потому что ветер когда меняется. Когда слева грибут. Нужен левый ветер для ганои. Справа правый. Если бы встречный. Попутный. Левый. Нам было бы хорошо. Мы бы боролись. Наши ребята. Все сделало возможно. И Горавашков сказал. Петров. Будь ветер такой. Ну. Случилось так. Случилось. Идут они. Хорошо. Вы видели. И в конце. Зарули. Происходит. Горавашков немножко сбивается. И они практически выходят на другую. Дорогу. Дорожку. А по правому стороне. Если они туда въехали. Вообще сняли. Ему пришлось отрулиться. Все. И они приходят. Черт. Место занимает. К сожалению. Ну. Также. Тысячи метров. Одиночка. Он так же хорошо ходил. И. Как назло. Получается. В финальном заезде. Ветер правый. Подолк. Это очень много сказалось. В итоге. Черт. Но. Он затаился. Знает, что чемпионат мира. Скоро. И думает. Возьмет у них. Все. Их попробует взять. И реванш взять. Как раз вы начали про чемпионат мира. Который прошел буквально на днях. Расскажите о заплывах Захара именно там. Он приезжает. И буквально кубок доброй воли еще. Как правило. Когда после олимпиады. Ну. Две-три недели. Там. Дают отдохнуть. Ну. Мы решили, что он будет. Значит. Он выступает. Выигрывает. Пятьсот одиночка. Тысячу одиночку. И двойку именно со Штелем. Далее. Ну. Ему предлагают ехать на чемпионат мира. Уже продолжение вашего вопроса. Самарканд. Ташкент. Захар едет на чемпионат мира. Здесь также вообще три дня. Представляете, что такое. Друг за другом такие крупнейшие соревнования. Все. Он выступает. Первый день выигрывает. Хорошо. Все видели. Двойку. Каной на тысячу метров. С Иваном Дмитриевым. Этот спортсмен. Он тоже был неоднократно победителем. Чемпион мира по молодежке. Отличался. Ну и по взрослому так же выступал. Но не раскручен, как говорится. Пока у него не было. Но у них была двойка сильная. До этого. В этом году они с ним не выступали. В связи с тем, что он нейтральный статус был. У Захара. И он имел право выступать на чемпионате России. И они уверены выиграют тысячу метров. Уверены. Значит, все восхищения. Шаг первый. Очень хорошо. Поздравления. Все-все-все. Отлично. И потом вот приключение. Или такой фильм происходит. Интрига. 500 метров. Дистанция 500 метров. Он едет и перед финишем переворачивается. Переворачивается. Значит, сразу главный судья. Там раз. Медаль. Вручается. И дальше говорит нет. Он не пересек. То есть право сравнительно гласят, что спортсмен пересекает линии финиша вместе с лодкой. Здесь главный судья говорит нет, не пересек. Ну нет. Все. Отнимают медаль. Интрига такая. Вообще. Приключенческий фильм. Можно так сказать. Далее наши представители идут и протест продают. Жюри. Поправился. Александр Ивановича жюри. Высший главный судья. Он, значит, собирает консилиум. И главный судья ходит. И там нейтральные представители разных стран. Ну, конечно, наших нет. К сожалению. Россия. Дальше решение принимает. Да. Смотрит так с этой стороны. С той стороны. Когда они смотрели, с одной стороны видео было. И там непонятно было. Когда с двух посмотрели, он пересек с лодкой. Все. Жюри решение принимает. Медаль вернуть. Далее бежит Молдавия. И еще Чехия. Венгры бегут. И срочно пишут на нас протест. Ну. И давят, давят на жюри. Жюри. Раз. И все. Решение принимает. Отобрать. Это была трагедия. Моя жена там плачет. Час вообще в трансе сидит. Я переживаю. Ну, все переживают. Там, конечно, есть еще правило. Если жюри принимает решение, то оно не его назад не берет. Потому что это уже жюри. Там не один человек, как первоначально, решение принимал. Они приняли. Под давлением других стран. Представители. Все. Дальше еще есть момент. Мы можем подать апелляцию в суд международный в Швейцарии, который, спортивный международный суд, который принимает уже окончательное решение. Ну, а президент федерации нашей греблины, Батар-Кануэ, Архипов сказал, Евгений Юрьевич, не, мы не будем. Далее они садятся. Дохар злой. Все у него такое, все. И четверку садятся и достойно выиграют. И становится второй раз официально чемпионом мира. Впервые он по-взрослым стал чемпионом мира. Но нас, конечно, не допускали несколько лет. И он становится чемпионом. Уже в кануе четверки. Значит, Штыль, Иван Тильш, именно Тильш, девушка. И Шляпникова, и Захар. Это сейчас только этот вид, только начал, так сказать, идти в гору. Мужчин и женщин. У нас только мужчины было отдельно и женщины. И все, они побеждают, доказывают, что они все-таки сильные. В итоге наша страна, Россия, занимает второе место в общей команде. А удивляется Белоруссия. Так что мы все, я думаю, тренеры, спортсмеры, руководство довольны. Я думаю, телеканал доволен. Реванш сделал. Я думаю, встретимся еще. У спортсменов после победы часто спрашивают об их эмоциях. А что чувствует тренер, когда выступает воспитанник и тем более выигрывает? Ну, это вдохновение. Это очень вдохновение. И чувствую, что ты шел к этому очень много, очень долго. Вот, несколько лет. И я, конечно, вдохновлен, что он, наконец, человек, который он выиграет. У меня в данный момент наш, ну, если можно сказать, Литкин Николай, такой знаменитый, который был тоже наш сын, Тульский. Он вообще, Лена Васильевна тоже моя жена. Ей благодарность. Она именно их открыла двух. Он тоже наш семикратный чемпион мира. И Европа выиграл. Второй у нас спортсмен, который достигает больших, крупных. И я рад, что, допустим, у меня там заслужен один, у нас, Шрина Васильевна, один тренер, мастер спорта заслуженный. И три международные мастер спорта. У нас Литкин, Петров и еще Миронек. Ну, и мастеров спорта 35. Ну, кандидатов, я не считал, но где-то примерно 700. Ну, и последний вопрос. Откройте секрет. Как воспитать чемпиона? Ну, конечно, прежде всего, это какой-то 50% родиться надо. Это данные. Но, конечно, это не 100%. Мы нашли спортсмена талантливого, но чтобы он тренировался с утра до ночи, полюбил это дело. Даже у меня много было спортсменов, которые талантливые, но они немножко уходили в сторону. Это терпение и труд со стороны тренеров, со стороны спортсмена, родителей. И, конечно, техника. Так что набор ведем, бьемся, ведем дальше. Спасибо, Владимир Петрович, за столь интересную беседу, рассказ. Мы все искренне благодарим и поздравляем Захара Петрова с его победами. Ну, а на этом все. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...